Итак, три аргумента против нации. Или почему России не нужна ни национальная идея, ни национальная идеология как таковая. Первый аргумент лингвистический. Начнем с него, поскольку он наиболее четко показывает, почему в англ-саксонских, конкретно в американских детских книжках, написано, что нация – это сообщество людей под одним правительством. И почему в англ-саксонском мире вообще идеология нации воспринимается абсолютно органически. Итак, нация – это сообщество людей под одним правительством. Для них это нормально, для нас же это звучит дико. Почему? Потому что думаем мы на родном языке. У Личен же интересна ситуация с этибологией слов. Кинг, этимологически, близок к слову кин, что есть родне. Нейшн, этимологически, тоже подразумевает единство происхождения и в то же время некую общность. Значит, получается, что под властью короля и автоматом, как бы, единая нация. С другой стороны, на понятие нейшн, нация, переносится представление об единстве подвластности. Подвластности. Единство подвластности. И не обязательно подвластности какому-то персонажу непосредственно. Это может быть подвластность единым обычаям или законом. И известно, что в средневековой Европе нас сами называли сообщество студентов, студиозов в университетах по происхождению из разных мест. Или даже нации лесари были. Вот кто отдыхал на Мальке, видел, наверное, замечательную крепость в Лавалете. И вот там эти громадные стены были разделены на участки, которые защищали рыцари из различных стран Европы. Рыцарские нации, но, естественно, которые подчинялись единой властной вертикали. Таким образом, генизас нейшн, нации как нейшн-стейт, а это для анбассарстов практически одно и то же. Нейшн и нейшн-стейт, находятся в самом языке. А не в общественном договоре, как, может быть, некоторым представляется. То есть, получается, что язык является тем базовым, на котором строится нация. Нет, понятие нации органически образовалось в английском языке благодаря особенностям, смысловым особенностям английского языка. Кинг, близок к ким, родня. Это родня. Это родня, да. Как сказано, как сказать, нация, как люди, язык. То есть, люди, говорящие, грубо говоря, на одном языке, на английском языке. Для них, естественно, понимать нацию, как сообщество людей, находящиеся под одним правительством, как написано в Макмеллиан Дальшина. Теперь я перехожу, собственно, к нам. к бедным, замученным русским людям. Так вот, слово «нация» в живом русском языке сопряжено с национальностью. Национальность у нас, у всех, уже есть. Она записана на бумаге, в головах, и она у разных людей разная. Поэтому невозможно и русско-национальное государство, которое автоматом получается, если признать государство, образующее русскую нацию, а не русский народ. Пока речь только о терминах, о нации. Казалось бы, вот «нация» и «народ» — это один фиг, поскольку на латыни «нация» допустимо трактуется как «народ». так-то так, но только от нации тянется смысловая цепочка к понятию национального государства. А в русской культуре слово «народ» находится в оппозиции к понятию власти. Если мы скажем не «народ», а «нация», то будет подразумеваться национальное государство. А это и совершенно особая форма государства, а не «абы как». Национальное государство одно, а национальностей у нас уже по факту много. Но так не бывает. Вот эта мысль элементарная, но почему-то опыт показывает, что она очень трудно воспринимается. Это первый аргумент. Второй аргумент я назвал честно понятийный аргумент. Здесь, пожалуй, мне нужно сказать, что все три аргумента они пересекаются в своих основаниях. Поэтому по необходимости будут некие повторения. Итак, существует два главных концепта на нации в равной мере разрушительных для России, если применять их к стране в целом. Первый концепт это современная теория гражданской нации. и в этом случае нация понимается следующим образом. Первое. То есть нация как полноценная нация или высшая форма нации nation state. Допустим, Кенада is nation state. Второе. Тоже нация, но как бы еще не до нации. Это некая политсообщность уже формирующаяся гражданское общество, политсредствами, борющаяся за создание nation state. И третье это, можно сказать, протонация, политобщность, тоже уже политобщность, но только имеющая претензии на собственное государство. как бы потенциальной форме. И вот этот концепт гражданской нации у нас часто подается как последнее достижение западной политической мысли. На самом же деле это есть чисто либеральный подход, который исторически был обусловлен становлением капитализма и прежде всего вам в сарсонском мире. А это преподносится как вот нечто такое одно из последних достижений западной мысли и которую нам нужно в России принять причем не только теоретически, но и судово практически. Поскольку якобы это и наука доказала и вся мировая практика. Можно принять, но для этого необходимо изничтожить национальные республики и само понятие национальности всего-то. Самое главное, для этого нужно иметь единую вдохновляющую идею. Поскольку в этом смысле нация объединяется вокруг некого единого воображаемого, да, некого общего представления о прошлом, о настоящем, о будущем, да, о неких, можно сказать, что вот такой социолог американский Андерсон, он называл нацию моральным сообществом. То есть люди объединенные общими ценностями, что в современных условиях, на мой взгляд, к России совершенно не применило. второй подход называется этнический подход понимания нации, этническая нация, или в то же время культурно-исторический подход. На мой взгляд, это одно и то же. действительно, это легко понять, если обратить внимание, что этнос это понятие социальное, а не биологическое. Это то социальное, первое социальное, что настраивается над животным в человеческом сообществе. когда мы можем говорить, что мы имеем дело с обществом людей, а не животных, мы уже можем говорить об этносе. Этнос это социальное. Поэтому разделять этническое понимание нации и культурно-историческое это нонсенс. Просто нонсенс. Естественно, что всякие этносы имеют свою историю и свою культуру. Ну, хорошо известно, что в XIX веке, допустим, русскость в русской культуре у русских наследителей, у многих публицистов понималась отнюдь неэтнически. До науки и этнологии еще, сказать, должно было пройти некоторое время. а понималось именно культурно-историческое. Да? По вере прежде всего и верностью православному царю. Вот православный и наш человек значит русский. И скорее даже национализм осмыслялся не как русский, как российский национализм. хотя использовалось слово русский. Русский национализм, но имел свою виду как общегосударственный национализм в культурно-историческом смысле. нему. Ну ясно, что вот такое понимание тем не менее этнического понимания нации в этническом смысле тоже не применимо к современной России. А именно ввиду по факту сложившегося ее этнического разнообразия. мы не можем говорить, что в России может быть создан или существует единая этническая масса. И третий, последний, это смешанный подход. Ну вот якобы он все сглаживает, все недостатки, и в наибольшей степени соответствует реальности. Однако при этом все равно приходится выделять некое этническое ядро или ядра, если хотите, со всеми вытекающими последствиями. Вот мне кажется это ясно. Или приходится камуфлировать трудности сопутствующие введением понятия супернация. Соответственно понятие супернациональность. Но нам это тоже не подходит. Вот можно сказать допустим так, англо-саксонский этнос породил и американскую нацию и национальность американец. А так оно и есть. Национальность записана паспортом американец. Но нельзя сказать благодаря русскому этносу возникла российская нация и национальность россиян. Ну дико. Все равно мы получим две национальности тогда российскую и русскую. понимаете? Итак, я коснулся двух аргументов против понятия нации применений к России в целом. наконец аргумент третий его можем назвать самой сущностью. Чтобы к нему перейти нужно обратить я обращаю ваше внимание на следующие обстоятельства. Нация это все же понятие историческое. Это признают подавляющее большинство исследователей капитализм. некоторые уводят становление нации в глубину веков, чуть ли не к шумерам, но это за рамками обсуждения я оставляю. Так вот, это социоэтническое образование эпохи модерна. Нация возникла во времена становления капитализма. И что самое главное, вот эта сообщность под названием нация, она базируется на индивиде. То есть в основе нации лежит индивид, личность, а не некие другие общности, прежде всего кланы. То есть мы говорим о нации, когда имеется имея в виду именно сообщество индивидов, которые объединяются в нас. Вот это очень важно, что нация это не есть объединение различных сообществ, каких-то социальных, клановых, прежде всего. это понятно, потому что значит на протяжении нескольких столетий, там с 15 века, скажем, в Европе последовательно уничтожались все коллективные идентичности. Ну, допустим, идентичность связана с подластью той или иной короне или принадлежности к той или иной церкви, да, и шло разрушение значит империй и в то же время секуляризация в обществе происходила, да, и человеку просто, чтобы не потеряться, требовалась некая идентичность, новая идентичность, и вот люди нашли выход в том, что коллективную, новую коллективную идентичность они назвали нацией, но при этом нужно сказать, что сам концепт нации он примитивный, но это очень просто, вот наш коллектив мы называем нацией, не важно по гражданскому там политическому принципу или по чисто этническому принципу, да, но сам концепт он примитивен, и поэтому он всегда сопровождается сопутствующей идеологией, некоторой, или индивидуалистической, или коллективисткой. Допустим, для англосаксов концепт нации намертво ввязан с мощнейшей идеологией либеральной демократии. Вот намертво просто, да? И тут мы приходим к тому, что не приходим, а видим, как работает принцип дополнительности. англосаксы это в принципе нация коллективистов. Они умеют работать в команде, знают, что это такое. И у них работает индивидуалистическая идеология, либеральная демократическая. Русские же индивидуалисты, они не коллективисты. Вопрос спорный, конечно. Ну, да. Это просто предмет отдельного, отдельной, может быть, беседы. Сейчас я просто это проговариваю в рамках моей аргументации. Если представить, что наше отличие от западного человека заключается в том числе и в этом. у вас получается, что западный человек одновременно и индивидуалистичен, и коллективистичен. Да. Наш человек индивидуалистичен, но как бы не коллективистичен, не разговешен. Ну, понимаете, вот... Но есть ли противоречие, что человек индивидуалист, и коллективист. Он природный. Вот то, что ему присуще природный индивидуалист русский, да, и если мы ему предлагаем концепт нации как некой органической социо-природной целостности, то это входит в противоречие с его индивидуалистическими устремлениями, да. Нельзя быть одновременно природным коллективистом, да, и природным индивидуалистом. Понимаете, вот западному человеку очень убедительно, надо сказать, объясняет, почему нужно и правильно быть индивидуалистом, да. А русскому человеку по природе индивидуалисту просто говорят, вот нация, такой коллектив, вот это хорошо, это правильно, а с какого, почему? потому что нация это настолько же естественно, как бы, да, насколько естественно и индивид, если индивид ощущает себя индивидом, вот так очень здорово, да, и не понимает, что такое, зачем ему нужен этот коллектив, он не понимает, потому что это действительно непонятно. Если он ощущает себя индивидом, вот он ощущает уже по факту себя индивидом, зачем ему этот коллектив? чтобы объяснить, что коллективистам быть правильно, коллективистам быть хорошо и выгодно в конце концов, да, индивиду, чтобы это объяснить, надо затратить очень много усилий, интеллектуальных, прежде всего, да, а концерт нации это не предлагает. Вот интересно, тот пример, что бывает, когда игнорируют принцип дополнительности и природным коллективистам предлагают примитивную коллективистскую идеологию. Это пример немцев. Вот они по природе коллективисты, да, им предложили примитивнейшую коллективистскую идеологию, да, в нарушение принципа дополнительности. Естественно, это разрушительно для народа. Стало быть, русским необходима коллективистская идеология, а коллективистская идеология на основе национализма это нацизм и фашизм. Может быть, русские бы создали замечательное фашистское общество, там, или нацистское, да, можно быть, если бы занялись этим, там, лет 70-80 назад, да, но сейчас это просто политически невозможно, просто элементарно. Пока. Из этих соображений, да. Стало быть, нам необходима коллективистская идеология над национальной, а не национальной. есть два вида коллективизма, мы тоже это обсуждали, один коллективизм, когда люди природно, да, принадлежат к некому роду, и по факту своего рождения они просто являются членом некого коллектива, который идет из бесконечности в бесконечность, да, люди умирают, как бы, но принадлежат к одному роду. Это вот природный коллективизм, который был, как кажется, присущ русским. А есть второй вид коллективизма, когда люди на самом деле уже оторвались в природных корней, уже почувствовали себя индивидуальностями, и, тем не менее, уже после этого самосознания, они возвращаются к коллективности, но уже на новом уровне, как личности, как индивидуальности, они объединяются в коллективе, потому что понимают, что это правильно, где-то выгодно и как-то так далее. — Людям надо объяснить. — Да, нет, ну так вот этот второй коллективизм, он тоже коллективизм, но отличается от первого. Первый — природный коллективизм, по факту рождения в коллективе, рождаемся в коллективе и умираем. А второй коллективизм — это уже рукотворный коллективизм, это коллективизм уже свободных людей, личностей, индивидуальностей. Для того, чтобы к нему прийти, нужно сначала эти узлы родственные развязать, их надо было отрезать, стать этой индивидуальностью, пройти путь индивидуальности после возрождения. Гимн индивидуальности как раз с этого и начался, личности отдельного рода, мощь, индивидуальности и прочее. А потом они понимают на самом деле, что этот путь футбиковый, и какой бы этой индивидуальности ни было, что все равно истина и правда в коллективе. И они возвращаются уже будущими личностями, уже будущими сознающими личностями, они возвращаются и создают нового рода коллектив, который уже другого рода. Когда вы просто претензии предъявляете, что у них коллективизма нет, у них этот природный коллективизм по факту просто рождение есть. Естественно, многие люди живут традиционным образом, они просто родились в каком-то роде, в этом роде и как представители этого рода живут. То есть они на самом деле живут коллективной жизнью. Но у нас сейчас идет процесс развала таких коллективов, да, традиционных, когда люди... — Этот процесс давным-давно уже завершился. Ты, по-моему, говоришь не о том. Я просил очень, вот мне осталось буквально вот сколько, да, вот столько вот, и ты не дал договорить. А ты говоришь совершенно не о том. Да, пример коллективистской идеологии во втором смысле твоем — это социалистическая идеология. То, что было. То, что... А то, что ты назвал родовым коллективизмом — это вообще первобытный коллективизм, о котором речи нет. Мы сейчас... — Но вообще там в Стасской России именно такой коллективизм был. — Мы сейчас... — Ну а что такое вот эти вот... Груговая порука сельских общин, да? Гостянских. — Это был вот этот родовой коллективизм. — Ну вот ты говоришь сейчас, ну вот абсолютно не о том. В царской России была коллективистская идеология, действительно, общинная, которая навязывалась. Вот при советской власти была социалистическая коллективистская идеология, а при царизме была общинная идеология, навязывая моей в государством. Да, известно, что общины создавались в государством. Правильно. И понятие соборности навязывалось в государством и церковью, да? Это были коллективистские идеологии. Русский же человек по природе, как я назову, он был индивидуалистом. Он был индивидуалистом всегда. — Ну а папа и мама у него есть? Кажется, коллективист всегда был. — Он по природе индивидуалистом был. Что означает быть индивидуалистом, да, вот в моем понимании? Естественно, там человек существует в различного рода социальных обществ, да. Но просто в отличие от коллективиста, он лучше себя чувствует, когда опирается сам на себя, да. Когда думает сам по себе, а не какой-то коллективный миф воспринимает, да. Вот коллективист он лучше чувствует себя в команде, в коллективе. Индивидуалист лучше чувствует себя сам по себе, да. Индивидуалист лучше чувствует в том числе и другого человека. У него, как у индивидуалиста, ярче выражена эмпатия, понимание другого человека. Именно потому, что он индивидуалист. У коллективистов эмпатия ниже. Это видно, допустим, вот сравнение, допустим, русского и западного человека. Вот межличностное понимание выше у русских. Отсюда выше культура праздника там и прочее, прочее, общение. Ну русская пьянка, перевезла. Ну, этому мы отвлеклись. Можно я закончу? Итак, объединяющая идеология для русских может быть только наднациональной. Какая она, это еще неизвестно. Ее нужно создавать. И выводы. Вначале я сказал, что приводимые мною аргументы пересекаются. И легко видеть, что областью пересечения является наша история. В то же время, все, что связано с понятием «нация», придумано не русскими людьми и не для нас. Поэтому я бы свое выступление закончил таким обращением призыва. Пора кончать жить чужим умом, в том числе и в отношении понимания «нация». Спасибо. У вас слишком сильное педалирование на значение языка. Язык уже не в пустом пространстве. Сам язык призван отражать некую реальность. Если реальности нет, ты хоть вводи миллионы языков, тебе никак не поможет. Поэтому, когда вы говорите, что надо жить своим умом, мы живем в некой городе реальности и применяем слова, которые эту реальность отражают. Если мы говорим «нация», значит, эти слова у нас какую-то реальность отражают. Надо же представление о реальности. Представление о реальности, конечно. Так я и говорю, что если быть последовательным в развитии понятия «нация» применительно к российской культуре, к российскому обществу, то это кончится шизофренией. Потому что по определению возможного человека «одна нация» и «одна национальность». Что страшно в этом? Ничего, это хорошо. Так и надо. «Одна нация» и «одна национальность». Я рассуждал применительно к России в целом. У нас уже по факту есть нации различные и национальности. Но нам же пытаются втюхать, что России нужна общая национальная идея. Общая национальная идея, национальные идеологии. В том числе многочисленные говорящие говоры с экрана телевизора рассуждают о российской нации. Вот против чего я выступаю, а не против понятия «нация» как таковой, тем более понятия национальности. Поэтому правильный тезис должен стать следующее, что надо всегда, когда мы употребляем слово «нация» и производные от этого слова «национальность» и прочее, различать два смысла. А именно смысл гражданской нации, политической нации, смысл этнический, когда под словом «нация» подразумевается некоторое родовая общность, единство происхождение. Вот и все. Почему мы должны отбрасывать слово, вот здесь слово? Просто надо понимать, что есть у этого слова два существенных разных смысла. И, опять же, смысл этнический, и смысл политический или гражданский. И все. О чем идет речь? Когда люди хотят создать национальные идеи. И речь идет о том, чтобы на базе многих этносов создать некое гражданское единство, некое новое сверхэтническое единство, которое мы можем назвать нацию по политическому смыслу. Сверхэтническое единство в нашем сообществе не может быть названо нацией. Это во-первых. Во-вторых. Но историческое общество «советский народ» может быть названо? Безусловно. Более того, у нас в Конституционном праве написано «многонациональный российский народ». И это перешло из Советской Конституции, где было написано «многонациональный советский народ». Народ один, «многонациональный». Народ один. В политическом смысле. Казахстан он один. Создалась новая историческая культура на общество. Это называется «советский народ». Просто как-то не принято говорить «народные идеи», говорят «национальные идеи». А почему не принято? Это интересно. В Советском Союзе был советский человек. Что такое советский, непонятно. А здесь объединили русский. Советский – это очень понятно. И еще… Это как раз политическое определение Советского. Советский народ очень понятно. Я понимаю. Советский – он не имел под собой этническую основу. А в новой редакции объединили слово «русский» и еще и «национальный». Да. Во-первых, насчет советского и российского. Советское – это сочленение «многонациональный» и «советский», никакого противоречия нет. Точно так же, как нету противоречия сочленения «многонациональный» и «российский». Поскольку «российский» можно понимать как просто государственный. Да, вот есть Россия. Российский – принадлежность к государству России. А народ – российский. В то же время он многонациональный по факту. «Многонациональный» и «многонациональный». «Многонациональный» и «многонациональный». Я не путаю. И нация не является русским. Ребята, вопрос же делал… Смотрите, почему-то люди занимаются физикой. Там слова не важны. Важна сама суть. Почему же, когда мы занимаемся философией, важны слова? Вот есть некого рода суть. В нашей стране живет много людей. Назовем это, много этносов у них, национальностей, народностей и прочее. Это не важно. Но они объединены чем-то единым в политическом смысле. Они живут в одном государстве, в одном стране. По этому сказанному нужно это договаривать. Понятие «российский» – это объединяющее понятие. Но против чего я возражаю? Нынче, в последнее время, в последние 3-4 года, стараются употреблять прилагательное «российский» в контексте нации. «Российская нация». Понимаете? И тогда уже получается противоречие. «Многонациональная российская нация». Где-то даже я встречал такое словосочетание. Вот про ключевое возражение. Согласен. Вот. Но я пару слов скажу насчет советского народа. Почему была такая запись «Многонациональный советский народ». Потому что вот эта вся концепция национальная большевиками-коммунистами, она выставилась достаточно логично. А именно. Советский Союз был, и Конституция была записана, «Союзом наций». Почему-то об этом очень многие забывают. Это был союз наций. И так было много наций, и каждая представляла собой национальность определенную, этничность. Да? Они объединялись. На каком основании происходило объединение? На идеологическом основании. Понимаете, да? То есть объединялись нации, объединялись в согласии с идеей. Идея, в частности, была советскости, социалистичности. Понятно. И это была наднациональная идеология. И вот так это выстраивалось. И существовало достаточно гармонично. Пока. После смерти Иосифа Сталина, благодаря Хрущеву, не начиналось размытие этой концепции. И почему-то стали забывать о национальном, и возносить советскость. То есть гармония была утрачена. Вот я это хорошо помню по себе. Поскольку я родился в пятьдесят первом году, да? Я еще... Мой первый букварь, там было два вождя. А вот... Нет. Я читал первый букварь в шесть лет. Там было два вождя. Я пошел в первый класс, открываю. Там один уже вождь. На картинке. И в то же время... Русский народный дух, там русские сказки. Это все, так сказать... Мультфильм Илья Муромес. Этого было довольно. То есть русского духа при советской власти было довольно. Пятидесятые годы. А вот с конца пятьдесятых годов это достаточно быстро стало изничтожаться. И осталась одна советскость. И не только у русских русский дух изничтожался. Просто у русских он, ввиду того, что это наиболее многочисленный народ был, это наиболее усиленно. Но у прочих народов то же самое. Происходило ущемление, так сказать, национальных чувств. Да? За счет советскости. Гармония была утрачена, и мы получили то, что получили. Понимаете? Вот в чем связано. А почему интересно? Почему? Почему вот большевики достаточно органично, если вы заметили, совмещали в одном концепте два понимания нации. А именно, как вот скорее этническую, то есть вот нации, национальности наши, да? И как общегражданскую. А почему с пятидесятых годов началось вот изничтожение одной? А очень просто все объясняется. Потому что, на самом деле, эти два концепта существовали равноправно. Вот до 40-х годов. И, скажем, один концепт развивался англосаксами, другой развивался немцами. А когда немцы были изгнаны из мирового дискурса о нации после войны, то, естественно, победила одна концепция. Общегражданской нации. И, значит, вот эти вот большевики-коммунисты под борьбом Хрущева, естественно, они... Ну, вы рисуете на самом деле картину нечеткую и, я бы сказал, неправильно. Потому что идея государства, она не зависит от того, нравится вам это или нет, есть идеология или нет. Вот есть Россия, понимаете, независимо от того, есть у нее общая идея или нет. Это сама по себе существование России — это идея. Даже если она не сформулирована, никто не понимает, чем она состоит. Мы живем в одной стране. И это нас объединяет. То есть мы граждане по факту, а не по идеологии. Не важно, есть идеология. Это означает, на самом деле, что, поскольку мы живем в одной стране, вот это понимание нации в общегражданском смысле, оно перманентно присутствует. Постоянно. Никуда ее никто не может уничтожить. А знаете, Сергей? Какая нация? Можно тогда... В общегражданском смысле, как граждане, одно государство, одно государство. Для чего тебе, в данном случае, для изложения этой своей мысли, нужно слово «нация»? Оно не нужно? Да это же не филология. Это же не филология. Мы занимаемся философией и не филологией. Пусть филологи занимаются, как употребляются слова. Зинонимы, антонимы — это не наше дело. Наше дело — сущность увидит эту сущность, пометит слово. Может, давайте не нации. Альфа там нация, бета нация. Не важно, как это называть. Альфа, бета, гамма. Может, любые слова употреблять. Либо понятно было, о чем идет речь. Есть две сущности. Есть родовая сущность, этническая. Есть политическая, государственная сущность. Идеология. Не важно. Идеология есть или нет. Я же говорю, не важно. Есть государство. То есть, даже если нет идеологии? Конечно, не важно. Государство есть, значит, оно есть. Но многие считают, что вообще этого ничего нет. Это твои личные выдумки, а есть только Индия. Давайте пока... Ну, пускай это мои личные выдумки. Хорошо. Суть вопроса состоит в том, что есть два объединяющих начала. Родовое начало и государственное. И все. Можно как угодно. Это ваша точка зрения. Хорошо, хорошо. Дальше. Дальше, собственно, и нацию можно понимать. Либо в родовом смысле, либо в государственном. Никто же не возражает. Никто же не возражает. Мы об этом так много говорим, хотя суть проста буквально. Различать просто по этой... Употребляешь терминации. Различай. А что ты говоришь? Говоришь ли ты о родовом, этническом или ты говоришь о политическом, гражданском государстве? Потому что вообще только сидеть, мычать и про себя различать. Понимаешь? Я делаю неплохо. Философия состоит в том. Не думать. Не словами. Просто различать. Мы различили сущности и все. И сразу все стало понятно. Когда мы говорим политическим людям, которые занимаются политикой, чтобы они, когда употребляют слово «нация», уточняли, в каком смысле они об этом говорят. Например, национальный вопрос. В каком смысле? В этническом смысле национальный вопрос. Или в политическом. По-другому поставить? Вопрос по-другому поставить может быть. А почему политики не различают? Политики намеренно не различают. Другим дадите слово. Говорите, скажите, скажите. Нет, ну просто так, как черт перебивать, это неинтересно. Есть мнение, вы сказали. Есть мнение. Я просто хочу сказать, что вы обсуждаете между собой, да, обсуждаете там. Но я хочу сказать, что вот вы первоначально что начали говорить? Вот в прошлый раз, когда там пару часов, да, и вот сейчас это вот за эти полчаса, что вы изначально, с моей точки зрения, подходите как бы неправильно. Надо сначала договориться по определениям. Вот как нас учили, там это говорит экономия. Что стало два? Что стало два? Хилологов. Если у вас недержание, то это недержание. Вот и всё. Значит, дай высказаться, и всё. Тебя слушали, не перебывай. Хорошо. Что? Я должен сказать с самого начала. Нет, сейчас, минутку. Можно? Что у вас два определения? Нет, сейчас, минутку. Вот вы даёте два определения, да? И вот эти два определения, мне кажется, что они сразу вас вводят в тупик, да? Вот я помню, что учили там в институте, значит, определялось там сначала, там, какие-то по ступенькам, там, от рода, там, или от семьи, там, что-то шло, шло, шло. И высшая точка явилась это вот, ну, в конце там уже 70-х годов, великая историческая общность, советский народ. И если бы вы придерживались вот какой-то классификации, вот даже вот этой, тогда было бы другое у вас, понимаете? А так это, ну, тут всё можно сказать, что я, допустим, со всей вашей теорией не согласен. Потому что, да, действительно, вот Булат говорит, что там, мы не филологи. Так нет, это бессмысленно говорить. Вы говорите слово «нация», подразумеваете одно, а я по словам «нация» подразумеваю другое. Всё не правда. По-моему, я с самого начала дал два определения нации, даже три. И сказал, что вот такие, это не мои определения, это то, что существует в литературе. Ну да, я сказал, что я принципиально вот с этими определениями не согласен. И вот, когда вы вводите вот эти три определения, вот эти, ну, не три определения, а три как бы подхода, и у вас из-за этого и получается тупиковая такая ситуация, что... Тупиковая ситуация для русских получается в любом случае, понимая тенацию как гражданскую, как этническую или как смешиваемую, получится тупиковая ситуация. Вот что я пытался донести. Да не может быть тупиковая. Аргументы. Аргументы, да. Вот давайте в вашей терминологии, да. Вот, значит, курды, да. Народ это или нация, да, разделённая на пять стран, да. Что это тогда значит? Они какие-то специфические, как русские, да. Русские сейчас, русские или сейчас разделены на четыре страны, на четыре государства, да, вот по большому счёту. Это что теперь, мы не стали нацией или народом? То есть, какое определение? Или азербайджанцы на пять стран, и что? Так поэтому у вас нет этого определения. Теперь, значит, получается что? Вот в Великой исторической общине советский народ пропал, а потому что пропал Советский Союз? Или может быть она осталась? Понимаете? То есть, вы не дали вот этого определения, или вы, так сказать, дали вот эти три подхода к этому, и они ничего не дают вам. Вот если вы мне ответите про курдов русских и азербайджанцев. О свое возражение же, я уже много раз был проговорен, что слово «нация» имеет два смысла различных. Это у вас два смысла, не может оно иметь два смысла. Одно слово «два смысла» иметь не может. Люди не различают что-то? Нет, пардон, я неправильно сказал, что это то, что вы говорите, что вот у вас нация имеет эти два смысла, но это не корректно. Ваше предложение. Ваше предложение. Нет, ну нация, вот как мы просто, я не помню вот это уже по учебникам этой истории, там, марксизм и ленинизм, что нация – это вот эта высшая там историческая общность, уже присущие периоды капитализма, там, и так далее, что-то объединение. И там, значит, перечисляется там пять или шесть составляющих нации, там, язык, общность территории, общность государства, там, язык. Это определение от 1913 года? Хорошо, курды, по-вашему. Нация, не нация, что это? Я вот говорю, что я вам задаю этот вопрос, почему так? Ответы? Нет, я задаю этот вопрос, мне вот интересно, да? Тогда ответили или нет? Подождите. Я не могу. Отвечайте, отвечайте, все. Мне было бы интересно, да? Если честно, я не вижу, в чем отвечать, вы все ответили. Конечно, я все ответил. И в том, и в первом смысле гражданской политобщенности, без сомнения, курды нам доказывали, что это нация. И в другом смысле этническом курды тоже всегда воспринимались как единая общность, то есть этническая наса, культурно-иссарическая. А? А государство? Ну, я же это говорил. У еврейцев у меня не было государства. Ну, знаете, попробуем на свежих. Специально, так же, первый год. Есть уже государство. Они борются за государство. И они еще вот только в размышлениях об этом. Я же специально на этом были. Ну, значит, получается, что русские курды и азерблатанцы – это, значит, нации, которые находятся только в размышлении о строительстве национального государства. Так я вас понял. Да, есть у нас вот этот государство. Общая тематика, я так понимаю, в понимании того, что нужно сделать в России для того, чтобы мы стали нацией, или каким образом совместить нацию и род у нас для того, чтобы построить дальше нечто, что-то новое? Да. И вот мне кажется, что нужно просто пореже употреблять слово «нация» на данном политическом этапе. В том понимании, что нация как… Если мы размышляем… Нация как что? То есть, есть род – это род. Нация, в вашем понимании, что в данном случае будет нацией применительно к России? У меня нет собственного понимания нации, поскольку я анализировал существующие понимания нации. Их три. Это нация в смысле гражданской, политической общности. Независимо от рода. Независимо. Пример – Америка. Да. И нация в этническом, культурно-историческом смысле. Евреи. 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 Воды. Да. И… Русские. Любые. Любые национальные. И смешанное, так сказать, достаточно модное такое понимание нации. Когда вот чего выгодно, то и используется. И то, и другое понимание. Да. Но имеется в виду, допустим, те же американцы, как вот было англо-саксонское этническое гидро, да, которое в своем развитии и привело к созданию американской нации, включающейся всевозможные разные этносы. Причем немцы… Что удивительно? Две трети. Да. Немцев там было очень много. Я не знаю, по-моему, половину, они где-то есть. Ну, да. Но тем не менее, да. Да. Немцы являются одной из основной, кстати, составляющей американской нации. Да. Да, безусловно. Вот немцы… Вот так удивительно. Как англо-саксон создавили немцев в Америке. Ну, да. Давайте так просто. Когда мы… Наций, может быть, слово придумали там недавно, но в суд вот… Сама идея – это этническое единство и государственное единство. Он уже существовал из-за памятных временов, когда только государства возникли. Возникали государства. Ну, в любом государстве есть разные этносы. Ну, в любом. Изначально, скорее всего, он возникал на базе одного этноса. Давайте вот так… Как правило. Это все понятно. Как бы идеалы… Как называется там… Потом оно включало остальные этносы. Одно этническое государство. Но это просто с точки зрения реалии, такого не бывает, да? Против этнического единства может привести масса аргументов, да? Там сербы, хорваты, там вот те же самые немцы, англичане, да, в Америке, да? А почему в Штатах при становлении, вот не было вот этого межнационального конфликта, так сказать, да? Потому что все были на одном уровне, все были приезжие, все были… Ну, что? Так вот именно это в чистом виде из перемен. Понимаешь? Вот взяли… Там была более сильная идея – север-юг. Это потом… Ну, что, идейцы врезали, врезали. Вот вам понятно. Да, сначала идей врезы заходят захватить, а потом идея север-юг тоже более сильная. Потом мы смотрим… Ну, индейцы врезали это только потому, что индейцы были, грубо говоря, по материальному развитию ниже, чем приезжие. Это это вот. Они, собственно, врезы тоже ставят потом. Я понимаю, что… Но способность у приезжих была технически более выше, чем у местного населения. Ну, я понимаю, я и говорю… Давайте ближе к концепциями. Это бы историю не мой вспомнил. Концепциями. Смысл концептуальности. Вот без всей… Концепции… Даже нет концепции. У тебя говорят же об этом. Где концепция? Успокойтесь. Да нет концепции. Дайте я выскажу. Сразу будет видно, что нет… Я же объясняю, что простая идея, да, она началась, это не сегодня, с незапамятой к нему, как только государство появилось. Есть два вида объединения. Этническое единство, да, единство по происхождению, родовое единство. Единство государственное. И они, на самом деле, если не впитывают, вступают в те конфликты и противоречия, которые рассказал Александр. Вот и все. Вот вся суть доклада. Потому что нация или народ, это не является… Народ, в твоем икологическом смысле. Это не является единство по происхождению. Не является. Евреи современные. Народ, народ. То, что все современные… Моноэтническое государство, да. По происхождению общее. Нет. Ну как, единство территории, единство культуры, единство языка там. Как же это… Да, я не доезжу. В России, в Германии, по происхождению? Ну, вообще не доезжу. Ну, хорошо. И слово «единство происхождение», то, что они произошли в смысле генетическом, из разных родов, это как бы уже некое дополнение, которое в нашем разговоре не существенно… И где угодно такая эта штука есть. Нет, это не существенно, просто вот есть условно говоря «этническое единство», хорошо? Не единство происхождения. Это же опять же, определяетесь словами. Филологи собрались. Это филологи-офилософы. Потому что говорят, что… Подожди, послушай, послушай. Есть «этническое единство» – неважно называть его «единство происхождения» или нет. пусть и просто этические есть единство государства все они есть не смешивают возникает такие проблемы которых говорит алиса игорь приводит возражение которое я как бы уже опроверг он говорит что вот есть этническое общество есть еще культурно-исторические первое явление на самом деле от нас и это самое то одно и то же евреи тут очень хороший пример что люди не животное этнос это уже понятие социально об этом очень часто забывают меня как показалось что ты в современном мире вот это вот этническая национальность она отходит на второй план остается не такой важный очень много сейчас как раз муссируется и акцентируется внимание о том что народы теряет свою самоинвентификацию и стараются ее поддержать наоборот искусственно ее поддержать так вот о чем я сказал еще то есть основная эта опасность концепция концептом нации состоит в том что остановиться невозможно то есть так сказать национальное самоосознание она тут уже касаться все более мелких и мелких общностей да и то что мы наблюдаем сегодня в мире да пока еще нельзя говорить о новой волне национально освободительной борьбы тем не менее в европе национальный вопрос встает ребром да во франции известно там интерес к региональной истории к региональным языкам уже там не несколько лет там эти самые баски шотландцы и так далее да особенно шотландцы там это замечательно у них же и король свой был поэтому там все логично у них там стоит с точки зрения nation